Сейчас же подожди. Я еще не сказала вступительное слово, в меня уже швыряют доставку, забирай обратно. Короче, мне наконец-то пришли мои посылки из Джум, я их так сильно ждала, потому что я накупила себе очень много вещей, которые я безумно давно хотела себе купить. Давайте их распакуем и посмотрим вообще, что это внутри такое. Упаковка выглядит славно. Турно-оранжевое, все, как я люблю. Славное, усознать, что внутри. Внутри посылки была куча других посылок. Но это еще не все. Боже мой, пакет в пакете. И он то что, простите меня. Ох ты, боже мой, вот это профессионализм, конечно. Таких профессиональных вещей еще поискать надо. Если вы не понимаете, это не для утех. Это платье. Остается только померить. О, у меня в сторону пакет. Ставишься с пакетом. Не, ну конечно замечательно, но стоит погладить, я считаю. Потом можешь показывать ребятам и девчатам. Погладить? Ты погладишь? Сейчас я сниму, ты погладишь, пойдешь. Погладь, просто вот погладь, погладь, погладь. Классное платье. На фотках, наверное, будет вообще эпично хорошо получаться. А тут взяли погладь. Может, все постирать надо, не знаю. Носки. Мне лень. Смотрелось классно. Как будто бы у него кожа, но как будто бы тебе будет не жарко, да? Я правильно понимаю? Не знаю, но сейчас мне комфортно. Хотя у нас очень жарко. Ну, типа, если было бы в коже, тебе было бы жарко 100%. Абсолютно. А это как в коже дам идет. Это что? Простите, а что я вообще заказала? Я даже не помню, чтобы я это покупала. Ну, ладно, я это покупала. Но, конечно, да, реакция у меня на это платье. Я даже не знаю. Ну, да, в таком пойти. Блогерские мероприятия все еще никто не отменял. Лис, а мы тебя ждем. Да я знаю, что ты погулялываешь. А я сегодня в образе пригламуренной и влюбленной в бренды Мамзели. Да, я сейчас скервозная великосветская... Куда? Господи, куда-то собралась ты в это? Гулять. Сейчас каблучки надену, макияж сделаю и пойдем гулять. У нас сегодня будет прогулка профессионального характера. Я бы убрала руки с пояса, но там просто торчат мои труханы. Я бы не хотела, чтобы вы их видели. Погодите, какого они цвета. Не подглядывай. Казовые. Зачем ты всем рассказал, Данит? Это очень недостойный поступок. Это на пляж или на косплей, или на фотографию. Блять, конечно, я бы в таком не рискнула даже на мероприятии, потому что уже больно. Ну, всякие там эти вот голливудские темы, там они все выходят такие. Мне кажется, у них еще более открытый плач, чем вот этот. То есть это считается, наверное, супер закрытым, по их мероприятию. Ну да, когда выходят на красную коровую дорожку, да, действительно так. Там бывает, что 99% тело это тело, а платье это прям сеточка, в которой ничего не закрывается. Красиво. Нейросетка там. Нейросетка. Классе. Она исполела. Да блин. Да мы уже все увидели. Она мне нравится, но она мне великовато. Поэтому из-за того, что она мне великовато, я не могу нормально его оценить. Поэтому, скорее всего, кому-то отдам, что менее дрыз, чем я. Потому что она реально мне нравится. И я в этом пофоткалась, но я думаю, что даже на фотке она будет смотриться большим. А ну еще из-за того, что тут невозможно надеть труханы никакие. Вообще даже прозрачные будут заметны. Я бы не рисковала в этом идти на улицу. Если ты наденешь черные труханы, никто даже не поймет. Ну, такая же просто еще одна дополнительная петля. Они поймут, Давид. Поверь мне, они поймут все. Да есть уже черные труханы. Ну, вот с такой петелькой. Они будут просто как бы сливать. Давай трусы с волками. А с Эдвардом Каллиным. Я против. А есть трусы с Павой? Мне? Да нет. Конечно, ему. Ну, если ты наденешь это платье, то можно, конечно. Вы сейчас просто офигеете, потому что эту вещь я очень сильно ждала. Но я вам отвечаю. Вы сейчас просто охренеете, что я нашла на джуме. Вы уже догадались на этом этапе или нет, что это? А если так... Да, ребята, это пляжный купальник в стиле Хутавы. И он абсолютно охренительного качества. Не знаю, насколько хорошо это видно у вас, но он класс. Померим. И купальник в стиле Хутава. Вот такой вот геншин импак. Это копье. Копья не было в комплекте. В комплекте шло вот так вот. На самом деле, я просто хотела себе пляжное аппарео с Хутава. Я потому что ни разу не видела пляжного аппарата с Хутава. Хутава, у меня, конечно, простите, но вот эта накидка больше, чем все остальное. Оцените, как вам эта накидка, но мне она очень нравится. Купальники я закрытые обычно не ношу, но мне нравится реально накидка, и это было бы куплено ради накидки. Но как бы он освещает прикольный купальник, было бы, например, неплохо ее косплея в этом отснять, например. Версия без цензуры будет маяться в Лебрам-канале, потому что здесь такие вещи я показывать не буду. Распаковываем первую упаковку обуви. Я вообще была в максимальном шоке от Джума, потому что там можно купить оригинальные шмотки от брендов, которые, например, от нас ушли. И я себе нашла абсолютно целую кучу, например, тех же самых Найков. Я их заказала. Какие-то Найки мне пришли из Кореи, какие-то из Германии. То есть это все оригинал. Давайте посмотрим. Значит, заказала себе вот такие вот белые Найки. Они мне очень нравятся. Это идеальная штука, чтобы ходить на танцы для меня сейчас. Ну и просто, типа, там, заниматься спортом, бегать. Давайте их примерим. Ну, выглядят они славно. Да ведь, что тебе лень? Почему у тебя на сках написано, что тебе лень? А вот ты мне тебе вопрос скажешь там. Дай мне прессию, милонечка. Вкажу свою ногу и отвечу без слов. Что ты там рассказываешь? Какие-то ерундовые вещи. Это лайфхаки. А у меня вот такие вот Найк Эйры. Пафос, на пафос. На самом деле, они достаточно простые, но я заказывала их для того, чтобы у меня не были на танцы ходить. Мне сказали, что это самый удобный обувь для танцев. Не знаю, насколько это будет правда или нет, но я их увидела, заказала и, блин, они просто неприкольные. Я ей дарил Найк Эйры, у него даже были, как ты можешь... Каких у меня не было. Но у тебя были Найк Эйры, которые... То не Найк Эйры, они на плоской подошве были, где еще бабы с Киришем и кастомные. Они правда очень удобные для танца, подтверждаю. Да? Так как танцор, не как гимнаст, а вы можете видеть. А чувствуешь Кэйры? Они для спорта хороши. Чувствую. Сеточка такая, она прозрачная. Чтобы ножка твоя не потела во время интенсивных танцулик. Так, Каролин, ваше профессиональное танцевальное мнение? Ну, говорю, что это очень крутые. Можно даже на нас как, смотрите, как гнется подошва. Попробую попрыгать? Ну? Кадры с деньгами, я слышу, что думала. Это вы уже видели. Кактус сзади, главное, что за флэшбэйки? Я забираю его. Так, я иду тебя спасать. Я отомстила за тебя и за вас отомщу. Еще одна коробка. Когда я сказала, что заказала много обуви, я, знаете, что заказала много обуви, в том числе, ребята. Я заказала там ботинки от Off-White. Просто живите с этой информацией, я настолько рискнула. Очень надеюсь, что это будет не фейк, но будем проверять. И это как раз, а нет, это конверс, извините. Ладно, это подарок для Давида. Я решила, что Давиду тоже нужно, потому что он смотрит на мои конверсы и завидует. Вот, поэтому я решила заказать ему вот эти вот ботинки. И, кстати говоря, вот эти вот конверсы, получается, через Джум покупать гораздо более бюджетно, чем покупать их через наши какие-то онлайн-магазины, потому что цена там прям реально сильно отличается. Плюс ты наверняка уверен, что это какой-то оригинал, не какой-то хитрый перекупщик, который перекупает это с каких-то неизвестных фабрик. Такого продает под видом оригинала. Не знаю, какую песню хотела изобразить, но какую-то явно хотела. В общем, Давид. Это мне? А с чего ты взял что-то тебе? Ну, они какие-то большие, нет? Посмотрите, ну он все шарит, как бы. Да, Давид, сегодня я дарю тебе подарок. У меня для тебя вот такая вот потрясающая коробочка. Смотри. Я даже заказал, какой там бренд. Ну, действительно, какой там новый бренд? Интересно. Я увидела и потом решила, что, возможно, тебе это понравится. Поэтому, надеюсь, тебе это понравится. Пусть тебе это понравится, подойдет. Это из Кореи. Все, все, открывай. Я пока только увидел дизайн. Они офигенные. Это новая модель. Я как раз их видела в Сеуле, когда была. Хотела купить из тебе и себе, но не было размеров, потому что все было sold out. Это типа оригинал? Это оригинал из Кореи. Оригинал? Оу. Раньше вот те модели коммерс не очень нравились, потому что мне нравятся именно такие более массивные. Это прям вообще супер. На Джуме есть такой прикол, что там есть магазины с разных стран мира. Там есть магазины из той же самой Германии. У меня из Германии для тебя тоже что-то есть. Да, мы тут набрали контента. И это все оригиналы. Там прям магазины помечены, что это оригинальный магазин. Вот с таким-то названием, с таким-то адресом, все дела. И они типа делают доставку. Надеюсь, блин тебе подойдет по размерам. Я не умею расшнуровать. С***, это долго. Two hours later. Ты подожди. Eternity hours later. Миллион later, гауз. Пришел вообще со мной снимать видео, а ему лень. О, нет, тут не говоришь, что они тебе малые. Да они не малые, я просто... Тебе просто слишком лень расшнуровать дальше. Блин, она смотрится вообще люто крупно, на самом деле. Гауз вырос сразу на 5 сантиметров. Я так вижу. Зеркало на входе. Я посвязал. О, нет, там помойка. Блин, офигеть, слишком модняво. Кровень, что ты думаешь, слишком модняво. Ну, гайпово, гайпово. Завидуешь? Не завидую, конечно. Вот была бы тоже 43-я нога, я могу тебе давать поносить. Но поскольку у тебя какая-то там маленькая, этого не дам. Видите, здесь типа даже, вот я только сейчас заметила, а может, я уже замечала, но забыла, даже на бирке все на корейском. То есть здесь, по сути, даже на русском ничего не дублируется, потому что прямо из самого корейского магазина доставляют. Офигеть. А что, можно рублями типа платить и спокойно заказывать? Ну, я спокойно платила, у меня еще никакого аренжа не было. И долетела, наверное, на неделю за две, за три. Блин, они выглядят так бомбезно, так, не знаю, дорого, круто. Я очень рада. Спасибо. Пожалуйста. В нормальной обнимашке с кактусом она обнимается иначе. Вон кактус сзади, Давид, ты пропустишь. А что там делает почта? Давид! Но зато он устранил конкурента. Я и мой звездюк. Вот на память. Я смотрю, Давиду очень понравились конкурсы. Обычно я оставляю ссылки в описании, но я поняла, что забайтились все, потому что все с огромной зависностью стоят и смотрят на эти конкурсы, так что я вам оставлю ссылки на них. Не иронично. Да, Хир, не посоветую. Это самый красивый замкосимая обувь, в котором я пока что ездил на сегодняшний момент. Реально. Вот эта коробка. Боже, что это? А вот это уже мои конверсы в коллаборации с Софт Вайтом, о которых я говорила. Ребята, я так рада! Я прям рада! Пипец! Смотрите, какие они! Я не могу! Это точно... Блин, они крутые, Писос! Кстати, вот то, что я говорила, что нужно делать на складе. Это буквально оно. Сейчас я делаю кастом склад, мы снимаем видео, и буквально на складе я сказала, что хочу вот такие штуки. Я совсем уже об этом забыла, но сейчас, когда я получила эти ботинки, я реально понимаю, видимо, чем я вдохновилась. Да, я вдохновилась ботинкой. Вот таких вот эксклюзивных каких-то коллабораций на Джуме я видела очень много. Там было куча коллабораций, разные обуви. С корейскими какими-то исполнителями там, по-моему, была даже коллаборация с 3 Kids. Я не смогла их купить, потому что не было моего размера этих ботинок или что-то там. Я не помню, короче, какие там были ботинки в коллабе со 3 Kids. Вроде как с Айдл тоже были коллаборации, но, блин, все по очереди будет покупаться. Ну, блин, на самом деле, очень рада, что Давиду зашли ващите его конверса. Интересно, как будут мои конверса? Off-white! Вот эта коллаборация, я просто в шоке, что я нашла их на Джуме. Ну, типа, знаете, это топ-10 неожиданных мест, где можно найти такие ботинки, потому что я видела их в интернете. Еще, ну, когда, по-моему, они только вышли, была рекламная кампания, и я так их хотела, но, естественно, не смогла их купить в Корее, потому что просто все было sold out. И вот они есть реально оригинал из Кореи, со всеми делами, со всеми сертификатами соответствия, с штрих-кодами, то есть все вообще есть. Или, ладно, надеюсь, они не подойдут по размеру. Что-то как-то идея с Давидом меня очень вдохновила. Хочется теперь чаще делать видео с проверкой Джума. А кто-то из вас вообще заказывал уже с Джума что-то, потому что это первый раз, когда я оттуда что-то заказала. Мне, конечно же, Лене прошнуровать, и мне лень удалять эту штуку, потому что она хайповая. Пусть все знают, что у меня офф-вайт. Я довольна. Я редко была чем-то довольна, но сейчас я довольна. Еще один сертификат соответствия ЛБО. Слушайте, ну, по-моему, они просто огнищие. Мне пипец как нравится, как это выглядит на ноге. С пижамными штанами особенно супер. Давидом, не только лишь у тебя есть модные конверсы с некоторых пор. Ничего себе. Для женской модели твоей ничего. В смысле? Это что такое только что было сказано? В смысле ничего? У меня офф-вайт-коллаборация с конверсами. Ладно, я просто... Ничего. Так это зависть? Ну, немножко. Так, оцениваем. Ёпфу. А это за то, что ты сказал ерунду? У меня тоже? Я же говорю, у меня офф-вайт, а пасаранжо падал. Да, мне нужно, слушай, ну, за подошву лайк. Мне очень нравится дизайн. Не, ты же ходил с этим. Мне нравится, оно выглядит так плохо. Это же сразу пипец. Я буду думать, что из магазина стащила. Так мы будем чем-то думать. И скорее. Пришла, да, пешком? В идеально чистых белых. Да, красава. Отлично. Так она и поступила. Честно, я в шоке. Идеально. Оно прям очень круто село. Блин, ну это, конечно, в наше время это суперудобно. Ну, конечно, блин. Я даже не знала, на самом деле, что такое есть. Я просто забайтила в свой момент. Подумала, надо зайти на джун. Там прям дофига всего было. Теперь буду заказать оттуда. Будут теперь регулярные проверки всякие, знаешь, колаборации. Там, не знаю, обуви со стрейкиц. А там типа все новинки, да, появляются? Там куча новинок, и за счет того, что там куча магазинов типа из той же Кореи, там есть эксклюзивы, которых вообще, в принципе, например, у нас бы никогда не было. И так, и так бы не появились. Да, да, да. Пойду остальное мерить. Немного о том, почему мы уверены, что это оригиналы. Я потом решила сделать еще один заказ, потому что мне очень понравились мои конверса в коллабе SoftWhite. Я увидела, что есть еще одни кроссы в коллабе, и я решила, что, пользуясь случаем, нужно рассказать вам вообще, как понимать, где на джуме оригинальные товары. Короче, смотрите. Здесь вы можете видеть значок, собственно, с флагом. В данном случае, так мы говорим про Корею, с корейским. С немецким будет немецкий и т.п. и т.д. Когда вы видите этот значок на обложке, мы, соответственно, чикаем на обложку, заходим в обложку, и здесь должна быть информация о магазине. Есть информация о продавце, куда можно тыкнуть и сразу увидеть, где на самом деле находится магазин, номер регистрации, адрес, если этот магазин существует физически, да, потому что вот тут даже можно посмотреть, где в реальной жизни подъехать за этим кроссовками, если вы живете в Сеуль, например. Даже есть номер телефона и корпоративный адрес, все есть, и, конечно же, значок подтверждения, верификации. Я, по-моему, рассказывала в начале видео о том, что в Корее есть, если мы говорим про Корею, некоторые вопросы с размеренным рядом. Чтобы вас точно наверняка подходило, всегда обращайте внимание на размеры, потому что они прописывают, как и, ну, в обычных цифрах, к которым мы привыкли, типа, там, 36, 37, 40 и так далее. Также по размеру вашей стельки. Тут прям есть таблица размеров, на нее нажимаете, тут вот сразу длина стопы и какому размеру это соответствует в данном виде обуви. Надеюсь, теперь вы понимаете, как зауказывать джум, чтобы наверняка был оригинал. Короче, я только что распаковала вот это и поняла, что я не нажала на кнопку записи, поэтому не могу показать вам, как я это распаковываю, но могу показать еще раз ботинки для Давида. Короче, когда я заказывала себе конверсал оранжевое, подумала, что Давиду было бы тоже славно заказать что-то бело-оранжевое, поэтому я заказала ему такие ботинки, пусть ходит на свои всевозможные пробежки, гуляния и всякие такие штуки. Не знаю, понравятся они ему или нет, потому что мне они нравятся. Кстати, вот это вот было из немецкого магазина. Посмотрим, зайдет ему или не зайдет. Корею мы с вами оценили, теперь зацениваем из Германии и тоже с оранжевой подошвой для тебя что-то. А, это мне? Тоже для тебя. Я опять ты себе взяла оранжевую подошву? Нет, я решила, что тебе она тоже нужна. Это уже из Германии. Ботинки, коробка была, но она была большая, и я ее выбросила до того, чтобы обручила тебе, так что просто забирай. Блин, а как будто бы я знал, как будто что там будет что-то оранжевое, потому что я так, типа, повелся на ее оранжевое, и тут она и просто оранжевая, на самом деле я ничего не знал. Квадратишь, практишь, вуд. А что это значит? Квадратный, практичный, хороший. Описано Italian Patent. Магазин из Германии, может быть, фирма итальянская. Но мне просто понравился их дизайн, потому что они такие, знаешь, повседневные, на спортс прикольные. Ну, короче, иногда вообще поехать нехудобно. Надеюсь, подойдут. Странная, но прикольная подкладка внутри, как будто бы, типа, мягенькая такая. Я, честно, не разбираюсь, я просто выгляжусь по дизайну. То ли спортивные, то ли для бега. Ой, слушай, хорошие. Классные, да? Очень хорошие. Ага, тут есть гайд, как правильно надевать. Реально, реально гайд. Правда, я его сегодня не понимаю, потому что написано Is there to tell you? Какой язык был? Это был только что немецкий с итальянским акцентом или что? Это такое было? Да, но тут же написано Italy. Смотрите, вот, короче, дырки. Это сеточка, чьё-то сеточку дышит нога. О, прикольно. Блин, ты так умиляешься твоему обзору на все эти вещи, и я теперь буду чаще тебе что-то заказывать, потому что я в восторге. Типа, смотри, тут как бы целая упаковка, этикетка про то, какая у них суперсистема. Я надел свои ботиночки или что-то? Прикольно. Классные, да? Мне очень нравится то, что типа оранжевый, черный, белый, 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 белый. Ну, они вроде как бы нейтральные, а вроде нейтральные. Киберпанк. Бензочел, да, видимо. Ну, какой-то просто стоит рядом с пленом бензочел, и такой киберпанк. Я думаю, что типа вот можно и эти носить, и те, но это же мне больше нравится. Сердечко черное, если вы за конверсы, сердечко красное, если вы за вот этот фото, я не знаю, как это называется. Йокс. Ну, ты ногу согнул, конечно. Пришла, в общем, последняя посылка. Я видела, Давид, с каким. С какой зависти ты смотрела на мои офф-вайт конверсы? Там тоже офф-вайт конверсы? Спасибо, дорогая. А я знала, что ты имя не обделила. Нет. Ты слишком рано радуешься. Там нет офф-вайт конверсов. Там офф-вайт кроссовки. Там офф-вайт кроссовки. Серьезно? Смотри. Ты не врешь. Я вам тоже покажу. Это офф-вайт? Найк? Коллаборация, Найк и офф-вайт. Я сначала подумала, что меня обманула. Нет. А потом понял, что это написано офф-вайт. Чего на тебя обманывать? Ну, типа я такой офф-вайт, он в Найк, и такой, ну нет, Найк тоже круто, но... Смотри, у меня есть белые шнурочки запасные. Они, между прочим, с оранжевыми шнурочками. Я это увидел. Да, я хотел показать эти шнурочки с оранжевыми фигнями. Блин. Ну, слушай, они прям хайповые. Надеюсь, мне размер подойдет. Я подбирала размер постельки, поэтому модуя должен подойти. Блин, выглядит классно. Могу одеваться. Ботинки выглядят хайп. Надеюсь, они будут тебе нормы. Я, короче, только сейчас заметил материал, как будто это поролон, губка или что это. Это буквально рваный поролон или губка в этом и стиль. Когда случайно что-то рвешь, и там внутри вот этот материал, блин, я порвал, испортил свою там обувь, одежду, ну, одежду нет. А тут все сразу. А тут как бы уже все испорчено. Продумали. Все испортили уже из тебя. Ну, видишь, да, оно вот здесь вот везде такое идет. Ну, короче, хайп. Да, или типа даже этот. Даже вот типа дырки какие-то, как будто бы тут два слоя поролона. Слушай, сидят вообще офигенно все-таки ходить. Лайк! Проверяю пяточку, чтобы не выходило, но она идеальная сила, она, правда, как будто бы под меня. Я рада. Ну, все, теперь у тебя тоже есть офайт. И, возможно, вы тоже с тобой все офайт. Это, не говоря, единственная моя вещь офайт. У меня вообще ни одной вещи, ничего офайт нет. Ну, Лиса Ауми спонсор ваших вещей. Да, я думаю, надо так и носить вот так вот, короче, чтобы все знали, что у офайт муски... Ой, не наскуски, в смысле эти. Тут опять Лиса Ауми подъять. Да! Все повторяют за Лиса Ауми. Ах, я устала так жить. Кстати говоря, у меня есть для вас специальный промокод, который вы можете найти в описании видео. Там будет ссылочка на все позиции, которые я купила, а также промокод на скидку. Не затупите и сохраните себе его обязательно. Я первый раз заказала весь из Джума. Я в таком восторге, почему я не заказывала весь из Джума. Я теперь буду чаще заказывать весь из Джума. Но если вот там вот меня не разочуешь. Продолжая, наверное, выглядело странно. Почему ты мне не сказала, что странно выглядит? Я просто лежала и чилила. Встаем. Подождите. Я не знала! Я не знала, что они с вот этой фигней. Короче, рассказываю. Я когда была в Корее сейчас, там все вот такие джинсы носят. Короче, смысл в том, что они добрсайз вот с этой заклепкой. Ты сам себе регулируешь посадку. И ты можешь делать их более широкими или более притальными, как тебе хочется. Я не знала, что эти брюки будут такие. Я просто их заказала, потому что мне понравилось вот это панковое сердце. Охренеть! И по качеству они просто шикарные. Я реально в них буду ходить. Короче, я не знаю даже, как это загуглить, вот такие вот джинсы. Но я вообще в охренении, что они есть. Я оставлю вам даже ссылку. Я обычно так никогда не делала, но в этот раз оставлю, потому что это надо. Знаете, вроде топ как топ. А вроде он хорошего качества. Я не могу ничего понять, поэтому давайте его примерим. Этот топ раз, конечно, мне к максимальному вкусу. Здесь просто все хорошо. Хочу сказать, что это как будто бы, ну, твой стандартный лук. В смысле, тебе прям очень идет. А еще смотри, какие джинсы. Обрати внимание, мне интересно, сам догадаешься или нет. Потому что я там уже тему знаю. Это типа, чтобы размер, да, регулировать? Ты можешь регулировать размер и посадку. То есть ты можешь вот так вот сделать, если хочешь. Может, обонять на белый друг были, если расстегиваешь. Это просто вообще суперконтент. Вот эти для чего, в смысле. Ну, это есть, наверное, там очень куда-то, какая-то девчонка. Но даже, хотя, с другой стороны, у меня талия не такая, чтобы... Не, нормально делится в сок. Даже на меня налезает. Офигеть. Это типа, чтобы, видимо, носить на талии все. Нет, короче, это прикольно. Не, не закрывается. Прямо уходится в этом дизайн, да. Это типа, корейская фишка. Оказываю, я не заменила этих штук. И сейчас я их вижу, и мне там нравится. Потому что еще и по качеству джинсы тоже супер. Я тебя очень никогда не видел. Прикольно, прикольно. Очень удобно. Супер. И топ супер с ней. Я, правда, так не пила к чему. Вот эта цепочка. Я просто закрепила на топе, но надо посмотреть картинку. Но у меня, в принципе, и так нормально. Но я не верю, что это вообще отсюда. Мам, раньше можно что-то, как поводок. Слышь ты, я сейчас тебе пну. В общем, такой лог. Оставлю свои ссылочки на джон в описании. Я так обычно никогда не делаю, но в этот раз сделаю, потому что стоит заказать. Да и прекрати, успокойся уже. Всем пока. Все, можешь идти остужаться. В предыдущем видео. Очень плохо. Фу, мальчико. Где мы делились 50 рублей? Это какая-то дичь. Я заказывала себе одноразовый пинцет. И как? Похоже на пинцет? По-моему, нет.